11 часов и 6 минут. Это программа Дневной Разворот. Добрый день. Вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Ну тогда всякий случай напомню о сегодняшней дате. Сегодня пятница, 9 ноября. Завершается не слишком продолжительная рабочая неделя. Напоминаю, что понедельник был день выходной. Вообще давненько мы с тобой в эфире не были. В нашей стране, да. Давненько не встречались. Впереди выходные, которые обещают, кстати, быть морозными. Днем до минус пяти, ночью до минус десяти. При этом, смотря очень высокое атмосферное давление. Так что люди, у которых артериальное давление бывает, пошаливает. Будьте внимательны. Как верно заметил наш сегодняшний гость, носы у всех уже красные. Носы красные. Ладно, сейчас представим наших гостей, но пробежимся по повестке дня. После тринадцати часов сегодня слушайте программу «Союз нерушимый». Программа будет выходить в записи на прошлой неделе. Очень известный азербайджанский журналист приезжал в наш город. Он путешествует по стране и просто смотрит и пишет, как азербайджанцы живут в России. Пишет в том числе и о представителях других диаспор, книжки выпускает. В общем, такой весомая достаточно такая фигура. Очень интересная получилась беседа. После тринадцати часов слушайте. После двенадцати ноль пиццы будет программа «Культпоход». У нас такой, видимо, хорошей традицией становится, что к нам в гости приходят руководители цирковых программ, которые проходят в Кировском государственном цирке. И не секрет, что с конца октября в нашем цирке работает программа под названием «Экзотик-шоу». Да, проект продюсерского центра «Гейерадзе». К нам, кстати, там уникальный совершенно придет человек. Тофик Ахундов, дрессировщик, автор единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. То есть бегемотов можно как-то... Три бегемота по полторы полторы. Дрессировать. Да, вот как не провалится под ними арена. Я что-то не помню. Бегемоты, гиппопотамы, это одно и то же. Это одно и то же, да. Просто бегемот, короче. Екатерина Запашная тоже у нас будет, артистка-цирка-дрессировщица. Это все «Культпоход». Ну а в дневном развороте мы продолжаем серию программ. Так скажем, да? Ведь не секрет. В июле мы говорили на эту тему, говорили о развитии ситуации в августе. Затем в начале сентября у нас же была встреча. Я напомню, в гостях у нас был Валерий Беляев, депутат Шабалинской районной думы, руководитель компании «Землемер». А начали мы с чего? Так, вкратце напомню. В июле этого года мы сосредоточили свое внимание на очень интересной ситуации в Шабалинском районе. В феврале этого года, когда зима практически закончилась, районная администрация заключила контракт на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму почти 2 миллиона рублей. Объем работ полторы сотни почти километров. При этом дороги, данные грунтовые, ведут в основном в отдаленные нежилые населенные пункты. По словам местных жителей, никто этих уборщиков не видел. Контракт был выполнен очень быстро. Главное, что расчет по нему был произведен практически мгновенно. Буквально в считанные дни деньги упали на счет. Вот такая ситуация. Георгий Лугинин, как и тогда, так и сейчас присутствует в нашей студии. Депутат Законодательного собрания Кировской области. Георгий, добрый день. Добрый день. И с нами Сергей Добровольский. Сергей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Вот в июле, в августе мы вас представляли, смело представляли, как председатель Шабалинской районной думы. Вы сейчас до эфира уточнили, что вы, по сути-то, остаетесь председателем, потому что решение о сложении с вас полномочий в законную силу не вступило. Да, еще не вступило. Ну что? То есть будем называть председателем по-прежнему? Да. Ну, можно называть меня председателем, но я, давайте, буду все-таки выражать свое мнение, как депутат. Как депутат Шабалинской районной думы. Один из 14, напомню, всего 14 депутатов. Ну вот, собственно, уже я и проговорился об изменениях-то. Уже нельзя Сергея Алексеевича называть. Ну, можно-то можно. Полноценным председателем, да. История-то обернулась вот как. То есть человек высказал претензии к работе администрации, и в итоге его как бы и сняли. Расскажите, что за события были, что за движения были, я имею в виду, по попыткам сместить вас с должности. Ну, я напомню, что после выступления моего у вас здесь на Эхо Москвы. Валерий Беляев 3 сентября он был. Нет, я был у вас 2 июля, выступал. И после этого... Потом в августе, 20 августа были. Вот депутаты с той поры высказали мне о том, что я как председатель якобы не имел права выступать, высказываться от мнений, высказывать всей Думы. Я мог и высказывать только мнение свое персональное. Но я, собственно говоря, мнение-то и высказывал свое личное. Я довел информацию о содержании дорог, о ремонте моста, о закупке понтонов, вот это все, что было. Но понятно, что депутаты встали на защиту администрации района, открытые. Ну, у них у каждого, видимо... Подождите, все депутаты? Нет, не все. Но вот, как показало голосование... Партийная принадлежность там какой-то? Нет, не партийная принадлежность. Видимо, как бы личная приближенность к интересам главы района и к интересам своей фирмочки какой-то, или там своего предприятия ЖКХ, или торговой компании, лесной компании. То есть, каждый какие-то свои преференции из этих депутатов, конечно, имеет от того, что замещает свой пост депутата. А как проголосовали в итоге? В итоге, с той поры мне было высказано намерение предъявить мне обвинение о том, что я не исполняю обязанности председателя района и думы. Но заключается все в том, заключалось у них, что я именно нарушил презумпцию невиновности якобы. Поясните. Что я сказал, что есть нарушения. А нарушения на тот момент как будто бы еще не были зафиксированы. А, то есть вас упрекнули в том, что не доказано, а вы уже говорили? Да, я говорю, что есть нарушения. Но я говорил информацию о том, что есть факты такие, и надо провести по ним проверку. Ну и к тому же каждый из нас, в том числе и вы, можете свое мнение высказывать. Да. Поэтому не получилось у депутатов, вот 8 депутатов, которые проголосовали за то, чтобы меня снять. Это хватило по регламенту думы. Больше половины. Больше половины, да. И, значит, они открытым путем сначала не смогли это сделать. Попытались внести изменения в регламент. То есть, попытались. Такого рода, что вот председатель районной думы, он избирается на срок полномочия. Районной думы. Процедура перевыборов не предусмотрена. Почему? Потому что понятно, что председатель думы наделен определенными полномочиями. У него есть обязанности. Он их исполняет. И, конечно же, по этому роду своей деятельности могут возникать конфликты. Обязательно конфликты с администрацией района. Потому что дума должна контролировать. Может быть, с другими депутатами. Но это не является основанием для того, чтобы его убрать с должности председателя. Поэтому есть единственное основание. Это неисполнение своих должностных или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. А как это может выглядеть? Ну, допустим, не собирается дума, не работает. Там не под... Ну, ушел там, грубо говоря, в запой там председатель думы. В длительный там. Ну, еще что-то такое. Хорошо. В длительный запой. Хорошее уточнение. Чтобы дума проводилась, чтобы работа велась в аппарате думы. Потому что председатель думы еще является и руководителем казенного учреждения Шабалинской районной думы. Можно я поясню для тех, кто, возможно, задает вопросы. В районах система не такая, как в Кирове. То есть глава Кировской городской думы, главой города считается, да, председатель? В районах иначе. Вы председатель, но вы не глава. Да, я не глава, я председатель районной думы. Поэтому, значит, напрямую не получилось у них, у депутатов выразить мнение доверия. Они решили внести изменения в регламент. То есть до предела упростить процедуру отстранения председателя от должности. Просто проголосовать и убрать его. Регламент каким количеством голосов меняется? Регламент меняется, вот в нашем случае 10 человек должно проголосовать. За это не проголосовало. Не менее. Да, проголосовало только 9. 2-3 получается, да. 2-3. Проголосовало только 9. И вот на этом заседании думы я отсутствовал. Вот по болезни. Вот только вот сегодня первый день с больничного вышел. А заседание было 25-го, по-моему, у нас октября. О, октября. Да, 26-го, не, 26-го, наверное, октября. Вот. В мое отсутствие депутаты все-таки решили этот вопрос вынести. Это пятница была. Да, это была пятница. Вынести. Вынесло его на обсуждение, не на обсуждение, а на включение в повестку дня жена главы района, Рогожникова и Евгения Александровна. И депутаты без обсуждения сразу проголосовали, ну вот 8 человек, за включение этого вопроса в повестку дня. И потом, ну, предполагает ведь предъявление каких-то обвинений, значит, что да, действительно человек что-то не... Ну, то есть мотивировочная эта часть должна быть озвучена. Почему? Единственное, что сказала Рогожникова, я много говорить не буду. И все, больше она ничего не сказала. А это что, Шабалинский парламент не место для дискуссии? Да, после этого председательствующий на заседании Селезнев Андрей Геннадьевич, тоже, который вот здесь у нас в тех беседах... Да, звучало его имя. Он поставил вопрос на голосование без обсуждения. Значит, присутствовал прокурор в зале района. Прокурор должен же как-то был следить. Да, ему должны были слово предоставить. Присутствовала юрист районной думы, которые тоже должны были слово предоставить. То есть какие-то вот... Обоснования должно быть, да. То есть моментальный вопрос озвучили. Рогожников сказал, я много говорить не буду. Селезнева сказал, давайте голосовать. Отлично. Проголосовали. Ну и, конечно же, через два дня прокуратура принесла протест на это решение. То есть с указанием всех нарушений, регламенты, какие были допущены. Но на сегодняшний день... А прокуратура, извините, без лишних подсказок это сама сделала или... Нет, конечно, сама. Сама. Взяли регламент, посмотрели, как там же расписано на целом листе эта процедура. На самом деле есть регламент, прокурор для этого присутствует, чтобы регламент соблюдался. Там должно было пройти сначала через комиссию. На комиссии должно было обсуждение. Надо было доказать, если действительно есть факты, надо будет доказать, что они соответствуют действительности. Потом уже выносить, потом принимать решение о выражении недоверия председателю, а потом уже принимать решение о сложении с него полномочий. Они сразу приняли решение о сложении полномочий, не рассмотрев вопроса недоверия. А вот этот протест прокурорский, он сейчас в каком состоянии? Он сейчас в состоянии, что вот я, конечно, намерен подавать был в суд, но столкнулся с тем, что на сегодняшний день решение в силу не вступило. Оно подписано председательствующим районной думы Селезневым. А такой должности нету. То есть по регламенту подписывать решение думы может только или председатель думы, или в его отсутствии заместитель председателя районной думы. У нас Олина Елена Николаевна, к сожалению, уже длительное время отсутствует. Это заместитель, который? Да, заместитель. Да, по болезни. И поэтому до сих пор ею еще не подписано это решение. Поэтому оно в законную силу не вступило. По сути дела, я сегодня выполняю обязанности председателя думы. А прокурорский протест, он не рассмотрелся? Протест мы наметили на 22 ноября очередное заседание районной думы. И будем, конечно, этот вопрос выносить для рассмотрения на думу. Так, нам, Паш, пришла пора немножко прерваться. Мы беседуем с Сергеем Добровольским, председателем, как мы выяснили, еще в Шабалинской районной думы. Георгий Лугинин, депутат Законсобрания нашего региона, тоже с нами. Полминуты, и мы продолжим. Возвращаемся, возвращаемся. Нет, я хотел сформулировать новые эпизоды в Шабалинском деле. Как раз вот сейчас, пока была пауза, Георгий Лугинин нам, так сказать, немножко подсказал, что есть довольно-таки значительные измерения в этом деле, Георгий. Георгий, пожалуйста, вы же сказали о возбуждении двух уголовных дел. Да, есть тут один тонкий нюанс, я усматриваю. Заседание очередной думы состоялось 26 октября. 26 октября. А 24 октября было возбуждено два уголовных дела в отношении администрации Шабалинского района и руководителя подрядной организации. Как фамилия? Ну, здесь обычно фамилии не указывают. Да, да, указывают фамилии. А что за подрядная организация? Должностные лица и подрядная организация. И руководители подрядных организаций, вот так звучит. А, без конкретики. Да, да, то есть мне подтвердил эту информацию Шабалинский прокурор и МВД Котельнический межрайонный отдел. Ну, это епархия, собственно. Да, следственный комитет. Соответственно, мы этот момент увязываем как раз-таки в отместку. Так получилось, что возбудили два уголовных дела по двум эпизодам. Это первый эпизод по очистке дорог от снега, а второй по ремонту моста через реку Тилинг. То есть вот это те темы, которые мы с вами говорили. Да, да, по факту все проверили и возбудили. А статьи какие там об этих делах? Так, статья 159-я. 159-я. Машиничство в особо крупном размере. В особо крупном размере. В отношении ряда должностных лиц. Ну, вот напоминаем сумму-то, о которой мы говорили, да? Почти 2 миллиона рублей. 1,8 миллиона, да? 1,9 миллиона. Или 1,9 миллиона? 1,6 миллиона. А, там на 300 тысяч там упало 1,6 миллиона, а по понтонному? Понтоны не стали возбуждать уголовное дело. Как бы Беляев на одном из заседаний Думы сказал, что ко мне претензий нет. К нему-то, может, претензий по понтонам нет, по закупке. А вот к администрации района-то очень большие претензии. Беляев, это Валерий Беляев, руководитель земли, подрядчик землимер и тоже депутат. Да, я напомню, что там получилась такая ситуация, что необходимо было ремонтировать мост через реку Какша в районе деревни Жирнова, там удаленные, 30 километров бездорожья. И подсуетился Валерий Александрович, привез туда понтоны еще где-то в феврале месяце. Услышал, видимо, где-то такую информацию, что надо понтоны и привез. Но умудрился привезти по размеру-то самые крупные вообще, которые только есть. Мы об этом говорили. 1,5 миллиметра длиной, метр 20 высотой эти понтоны, а глубина брода там в этом месте 20 сантиметров всего. И вот эти понтонные трубы, они там сейчас лежат. Ну, как объяснял, он же сказал, что это брод там такой, но когда пал разлив, когда все там надо... Да, но когда разлив-то эти, надо убирать понтонный мост наплавной, он убирается во время разлива. Так вот, потом администрация-то под эти понтонные трубы уже начала крутить контракты. То есть уже под... Да, под завезенные, да, под завезенные. И умудрилась еще накрутить сверху их стоимости. То есть Валерий Александрович купил их напрямую в Кирове. Завод реконструкции труб. За счет этой стороны завода они туда были завезены. И в итоге, значит, еще сверху администрация накрутила 190 тысяч. То есть человек заработал только на своей предпринимательской жилке. И на том, что находится в районной думе, имеет доступ к информации. Вот 190 тысяч. К нему, может быть, претензий нет. Но к администрации района очень громадные претензии. А поясните сейчас. Ну, во-первых, была нарушена грубейшим образом процедура проведения закупок. То есть и мы все знаем, и прокуратура тоже подтвердила факт, что трубы, эти понтоны, они были завезены. Администрация потом под них делала специальный контракт. То есть техническое обоснование. То есть заточила конкурс. Да, уже конкретные. И при процедуре определения начальной стоимости тоже были допущены нарушения, когда брала администрация района суммы стартовые у своих же предпринимателей, которые никакого отношения к этим понтонам вообще не имеют. Ну, там есть крестьянское фермерское хозяйство. Оно дало цену, что оно готово поставить. Откуда у них понтоны? И другое еще предприятие дало... Ну, в соседний район съездить, что-нибудь распилить. И в результате вот на 190 тысяч подняли стоимость этих понтонов. То есть как бы бюджет на 190 тысяч совершенно запрасно потратился, да? Ну, мало того, что бюджет на 190 тысяч потерял, подарил Беляеву, так скажем. Но и понтоны-то эти, они на сегодняшний день так и лежат. Никто их ведь не установил. То есть они не смонтированы? Никто не смонтировал. Потому что нету, на сегодняшний день проекта не существует до сих пор. Что там делать? То есть контракт был просто на поставку? Нет, сначала был контракт на поставку, а потом был еще контракт, заключен святый автодор на устройство этой понтонной переправы. Но проекта так до сих пор и нет. А, ну, соответственно, нет проекта, они ничего устроить не могут. Они, ну, из головы придумывают. Ну, так это та же прокуратура протестует. В том-то и дело. Они боятся, что... Ведь там же есть гарантия. Гарантия там два года должна быть, что это будет действовать понтонная переправа. А без проекта какая может быть гарантия? Напомните, насколько важна она, насколько необходима эта понтонная переправа. Понтонная переправа очень необходима, потому что там населенный пункт, но на сегодняшний день 30 человек проживает. Но насколько у меня есть информация, люди уже настолько доведены до отчаяния, что уже послали ходока в Кремль. То есть они не верят уже ни районной власти, ни областной власти. Они уже послали ходока в Кремль. И камень предковения, вот как раз сообщение нормальное, да, дорожное? Причем ведь раньше было это сообщение. Раньше местные предприниматели, которые занимались вывозкой леса, они содержали переправу из железобетонных блоков. Делали настил, все это работало. Чтобы лесовозы ходили, соответственно. И легковая техника могла переезжать. Но узнав такое отношение районной власти вот к этой проблеме, когда деньги так вот раскидываются на ветер, они в этом году перестали это делать. То есть не было моста. И жители 30 человек больше были отрезаны. На сегодняшний день, насколько я знаю, определенная часть их все-таки уже купила дома. Поняла, махнула на все рукой, будет переезжать из этой отдаленной деревни. Из-за реки уже, на другой берег. Но есть ведь и малые имущие, которые не могут себе позволить этого. Что с ними делать? Как населенный пункт называется? Деревня Жирнова. Жирнова. Даже останется 10-12 человек, все равно районная власть обязана обеспечивать их всем необходимым. А по понтонам было гораздо проще, если бы в суть дела вникли. Ведь есть армейские понтоны, которые вот привез на берег, разложил, собрал. Которые демонтируются, демонтируются. Моментально. И нет проблем их убрать, снять во время паводка. А эту конструкцию, если вот ее сделают, допустим, дорожники, это целая проблема ее будет потом во время паводка. Да, 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 вытащить. И время занимается, и деньги надо на это тратить. Неважно я при чем. И некому, потому что там полное бездорожье во время паводка. Туда ни на чем не проехать. Потому что вот это в Верхнекамском районе эти мосты, не через Каму, там постоянно и весной, и осенью эти проблемы со сборкой, с разборкой. Все это уходит время, и деньги большие уходят на это. Да, поэтому здесь я считаю неэффективность использования бюджетных средств со стороны администрации района. И, конечно же, вот то, что пошли на поводу у предпринимателей, значит, под его завезенные вот эти трубы, стали уже готовить контракт, техническое обоснование контракта. Ну, вот такого рода вещей этим же занимаются у нас антимонопольщики, вот этими всеми вещами. Ну, вот в чем проблема? Проблема в том, что мы до сих пор еще не знаем реакцию власти. Мы очень долго ждали... Реакцию власти на что? Вот на эти все дела. То есть, ну, допустим... В том числе на возбожденную, возбожденную. Да, на возбождение. Смотрите, сколько времени прошло. Вот я тоже хотел сейчас спросить, да, уже что, прошло две недели с лишним уже? Нет, не две недели с лишним. 2 июля где-то мы у вас ведь выступили, а уголовные дела-то возбуждены были. Там была задержка по срокам очень долгое время, видимо. Спустя 4 месяца. Да, спустя 4 месяца. С лишним. И смотрите, вот допустим, была проверка Министерства финансов. Но администрация района на сегодняшний день скрывает так проверки Министерства финансов. То есть вот я, как председатель Думы, делал запросы, мне не дают просто. Я спрашиваю в администрации, может быть, потихонечку у кого-то, говорит, нет, глава районов держит у себя, никому это так не дает. А он по идее это ведь обязан нам дать. Конечно. И я вот попрошу сегодня Георгия Васильевича Лугинина, чтобы он организовал мне встречу с министром финансов Кировской области, чтобы получить все-таки это так. Или, может быть, даже я думаю, должны были это так направить в том числе и в районную Думу, потому что мы контролирующий орган, мы обязаны знать, чем занимается администрация района. Я два раза пытался за это время провести депутатские слушания по этому вопросу. Два раза мне администрация района срывала фактически это мероприятие, не предоставляя акт о проверке Министерства финансов. А там ведь наверняка указаны нарушения, там ведь указаны наверняка меры воздействия, то есть что надо вернуть в бюджет. И насколько я слухами питаюсь на сегодняшний день, но я знаю, что сегодня глава района Рогожников настроен судиться с министерством финансов, оспаривать итоги Кировской области. Кировской области, да, оспаривать итоги этого акта. То есть, понимаете, вот человеку что-то... Сергей, я еще просто вопрос перебью. А у вас ведь есть своя контрольная счетная комиссия, она что у нас? Есть контрольная счетная комиссия, но задание на проверку, в общем-то, в первую очередь дает контрольная счетная палата Кировской области. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич Лабрин, да? Проверка проводилась, но... Он нас вообще-то слушает. Юрий Николаевич, если вы слушаете, примите к сведениям. Я говорил, значит, с нашим представителем контрольно-счетной комиссии, она говорит, ну уже и что, говорит, и так, и прокуратура проверяла, и все, и что я там буду еще лишний раз проверять. Ну, там другие основания уже. Другая позиция. Вот, поэтому на сегодняшний день я говорю, что глава района, он чувствует себя совершенно спокойно в этой ситуации, как будто ничего не происходит. И даже более того, он развивает эту деятельность. Давайте о том, как он развивает ее, мы уже после рекламы поговорим. Время очень идет быстро, середина часа, через полторы минуты у нас будет продолжение. Продолжаем разговор уже, который, Володь, ты уже посчитал, наверное, да, пятый раз мы встречаемся, получается. Нет, ну вот именно с Сергеем Алексеевичем, с Георгием, мы третий раз в этом году встречаемся. Получается, уже у нас очередная встреча, говорим о этой великой истории с очисткой дорог, с ремонтом моста и с понтонами. Вот мы сегодня уже, как поняли, возбуждено два уголовных дела по этим фактам. И вот вроде как... Еще какой-то нюанс, Георгий. Да, Георгий Рогинин, депутат законодательства. Есть еще один нюанс, вскрылся, походу. Как раз, да, передо мной лежит обращение в прокуратуру, из которой я бы хотел зачитать моменты. При реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Шабалинского района в число очередников были включены в 2018 году и улучшили свои жилищные условия родственники главы района Рогожникова А.Е. Александра Евгеньевича. Александра Евгеньевича, да, совершенно верно. И заместителя главы администрации района Медведева. Неблагоустроенную квартиру в деревянном доме. Они поменяли на квартиру в новом кирпичном доме стоимостью 1 миллион 160 тысяч рублей. Ничего себе там у вас цены. Как в Кирове? Да. Также получила новую квартиру мать Медведева, заместителя главы района администрации. Это кто написал заявление в прокуратуру? Это от меня заявление. А, от вас? Она уже подана в прокуратуру? Нет, вот сейчас я как раз его понесу фиксировать. А, вы будете подавать с просьбой проверить, собственно, данные факты? Потому что подозрительными вы считаете, да? Да. А вы считаете, а вы не считаете? Ну, а, ну как? Мы же не были на месте. Ну, вдруг там действительно вот именно эти люди, родственники, они в таких жутких условиях проживают. Нет, я сейчас поясню, почему там проживали. Почему, собственно говоря, я обращаюсь. Ничего тут страшного, что они проживали и являются родственниками. Как следует из пояснения работников администрации Ленинского городского поселения, при передаче документов по программе администрации Шабалинского района, указанные лица в числе очередников, не находились. И актов межведомственной комиссии признаний жилых домов аварийными и подлежащим расселению, составленных до 2005 года, не было. То есть, вы понимаете, в чем дело, да? Ну, как не породить родному человеку? Ну, вот, собственно говоря, по этой теме мы в прокуратуру и обращаемся. Да, Сергей Алексеевич что-то подсказывает. Да вы говорите в микрофон, ну что вы говорите? Мы сейчас еще хотим про Александра Евгеньевича поговорить. Там, видите, ситуация. Где-то мы встречались тут или писали, говорили, что вот все-таки заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ, который курирует все эти, вот, Медведев Александр Валерьевич, он уволился. Когда? Ну, он увольнялся, действительно. Там тоже интересная очень ситуация возникла. Вот, ситуация была связана вот с участием в этой программе переселения из ветхого аварийного жилья его мамы. То есть он, как муниципальный служащий, обязан был заявить о конфликте интересов. Потому что его родственник участвует в этой программе. Вот, он этого не сделал. Прокуратура на это обратила внимание и, естественно, дала... Вынесла некое представление. Да, представление администрации района о том, чтобы этого чиновника уволить в связи с утратой доверия. Прям уволить даже? Сейчас так. Давайте, я оговорился, может быть, но... Ну, принять меры. Да, принять меры. Ну, в принципе, это подразумевает увольнение, такое правонарушение. Ну, может, там понижение, может, какой-нибудь должности. Но, значит, после того, как представление было получено, глава района Рогожников своему заместителю дал спокойно уйти по собственному желанию. Было исполнено требование прокуратуры, чтобы это было рассмотрено на антикоррупционном комиссии. Но комиссия приняла решение, раз Медведев уволился по собственному желанию, то, собственно говоря, нечего и рассматривать. Нет человека, нет и дела. Ой, а наверняка там еще по регламенту, да, муниципальному, когда сам увольняешься, тебе там какие-то выплаты еще полагаются, а когда тебя увольняют, вот тогда ты без ничего скажешь. Ну, может быть, но суть-то не в этом дело. Ну, ладно, это так. Суть дело в том, что сразу же там через несколько дней администрация района объявила конкурс на замещение вакансной должности. Как вы думаете, кто вышел на этот конкурс? Вот они как сделали. Кто вышел на этот конкурс? Медведев Александр Валерьевич. И кто победил в этом конкурсе? Ну, видимо, он же. Медведев Александр Валерьевич, который сегодня снова работает и администрация района. То есть требование прокуратуры было выполнено, и чиновник вернулся на замещение. А там у него без шлейфа, с запретом занимать должность. Ну, мало ли. Если бы его увольняли, такая запись была. Была бы, да? А, он же с вами ушел. А потом передумал. Ну, в кавычках. Ну, в принципе, это тоже нарушение закона по противодействию коррупции. Именно со стороны уже главы района. Потому что он являлся... Имитация исполнения решения прокуратуры. Да, конечно. Просто обманули прокуратуру. Конечно, просто обманули. Но мне интересно, прокуратура-то что при этом... А, в курсе прокуратура? Спит или не видит, или не желает видеть таких нарушений. Вот это тоже совершенно непонятно на сегодняшний день. Это когда, в каком месяце было? Это все вот было вот недавно. То есть в августе человек уволился. А в октябре снова приступил к исполнению. Нет, ну, по большому счету, вот это ее первое представление о том, что он как бы, ну, здесь конфликт интересов, все, оно у тебя остается в силе. Он же... Конечно, конечно. То есть при приеме на работу обязаны были учесть это. Даже при подаче документов на конкурс обязаны были учесть это представление прокуратуры. Но никто это его не сделал. Я забыл, а матушка-то в итоге она... Матушка улучшила, да, женщину. Улучшила. Улучшила. И родственник Рогожникова тоже, да? Все улучшили. Все улучшили. А, ну да, еще интересный момент. Вспомним про Александра Валерьевича Биляева. Вот при покупке квартиры... Валерия Александровича Биляева. Валерия Александровича Биляева, при покупке квартиры Это для брата жены главы района, для брата Рогожникова Евгения Александровна. Не торопитесь, брат жены главы района. У нас глава района Рогожников, Александр Евгеньевич, у него супруга Рогожникова Евгения Александровна, тоже депутат районной думы. У него есть брат Анатолий Свешников. Александр Ильич, соответственно. Для его семьи была приобретена квартира в новом доме, а посредником выступил Беляев Валерий Александрович. Ну да, он говорил, что он оказывает такие услуги, правильно, да. Как интересно. Ну вот, Великий, вот что получается? Получается, что есть власть, но творит, что хочет, что желает. Есть дума районная. Я бы не правил, не твори, что же хочет, а вот как-то все как-то вокруг нее жизнь докрутится. Вокруг нее родственников, каких-то вот друзей. Это мое, это предположение. Есть депутаты районной думы, но они желают всячески оградить администрацию района. В том числе мне, как председателю думы, был высказан такой упрек, что я мешаю нормально функционировать администрации Шевалинского района. Ну потому что они, опять же, от нее зависимы, поэтому им вот такой председатель не нужен. Ну да, потому что кому-то нужны тарифы, чтобы меньше были установлены, или наоборот, выше, чтобы были тарифы установлены. Не секрет, что у нас в Кировской области с Нового года тарифы будут устанавливать районные думы на те объекты, которые не связаны с проживанием граждан. И поэтому есть у нас, допустим, Глушков Юрий Павлович. Он, конечно, кровно заинтересован сидеть в районной думе. Это он что возглавляет? Он не возглавляет, он является депутатом районной думы, а возглавляет систему ЮГ. Это ресурс ЖКХ. Система ЖКХ. Юрий Глушков ЮГ. И он, конечно, кровно заинтересован в том, чтобы... Тарифы были выше, ему нужно было в думе, ему не надо ругаться. Да, ему не надо ругаться с администрацией района, но нежелательный представитель районной думы, который может поставить вопрос. На сегодняшний день в концессию ему переданы объекты, значит, все ЖКХ. То есть, в соответствии с этим, район порядка 600 тысяч недополучает на аренде, которую раньше он обязан был выплачивать. Но на эту сумму он должен проводить какие-то работы, вкладывать в реконструкцию. Давайте посмотрим здесь, что это предприятие сделало. Давайте будем смотреть в тарифах. Поясните еще, оно что, тепло поставляет, воду поставляет в этот предприятие ЮГ? Да, тепло, воду поставляет. Центральное отопление, центральное водоснабжение. Центральное отопление. То есть, давайте посмотрим, что в тарифах заложено. Потому что топят опилом, а вот, может быть, вдруг, чтобы не получилось так, что опилу там по цене каменного угля в тарифы заложено. Ну, кое-где так и получается по области. И поэтому, конечно, не угоден такой председатель думы, а лучше ближе держаться к администрации района. К главе района, конечно, на главе администрации. Вот, я говорю, что и я не докончил там мысль свою. Говорил, что вот ничего на главу района это не влияет никак. Вот представляете, вот по расчистке дорог, да, он просто сделал для себя выводы. Что надо действовать не через, допустим, какие-то там посторонние ООШки, а создать свою ООШку. И он вышел на районную думу о том, чтобы создать межмуниципальную ООШку. Которая будет заявляться на всевозможные конкурсы, в том числе по расчистке дорог. Да, 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 по расчистке дорог. Все, и назвал ее ДУ-43. Вернее, пожелал назвать ДУ-43. Дорожное управление 43. А у нас эта аббревиатура закреплена пожизненно за нашим дорожным участком 43. То есть он создает аналогичную ООШку. Какая-то баня ООШка, три буковки. ДУ-43 спрашиваем, какой техникой-то вы наделяете. А зачем, говорит, техника-то? А правильно, техника-то не нужна при этой схеме, которую они уже отработали по расчистке дорог. Зачем там техника? Техника не нужна. Они прекрасно расчистили дороги, да, без этой техники. И даже еще больше они делают для себя выводы. Теперь они в тех заданиях планируют заложить уже расчистку не километража. А чего? Квадратных метров? Нет. А чего? А просто отработанных моточасов. Ой. В Кирове масса примеров, масса видео в социальных сетях, когда трактор стоит и мотает себе часы. Отработанных моточасов. Не знаем, как обманывают. Вообще претензий нет никаких. Написали путевку, трактор 10 часов ушел. Куда он ушел, чего, отработал, где. Он включил просто и крутит. Часы крутят, да. То есть вот не делает администрация района вывода. То есть она делает выводы совершенно другие. Да, совершенно противоположные. Мы думали, что они там за ум возьмутся, они вон за умы взялись. Ладно, время опять быстро пробежало. Буквально пара минут. Вот, Сергей Алексеевич, давайте напомним сейчас принципиально важные моменты для вас. Вступит, не вступит, да, сейчас в законную силу решения вы ждете? Ну, в законную силу решения. О сложении с вас полномочий. О сложении с меня полномочий. Вступит в законную силу только после того, как ее подпишет заместитель председателя Думы Олина Елена Николаевна. Которая сейчас по состоянию здоровья не работает. Которая пока находится по состоянию здоровья в отпуске не работает. Хорошо, а если она подпишет? Как только она подпишет, я сразу же на следующий день несу заявление в суд. У меня есть протест прокуратуры. Естественно, что суд меня восстановит. Шабалинский районный суд. Это уже к гадалке не ходи, потому что грубо нарушена норма регламента. Это вообще все нарушено, да, абсолютно. Ну, а дальше что? Дальше я не знаю, как будут мне смотреть депутаты эти в глаза, которые проголосовали 8 человек. Потому что я попрошу их обязательно объясниться. Не только передо мной лично, но и перед всеми избирателями. С трибуны, в смысле, или как? Да, через газету. Через газету. Чтобы они объяснили людям, на каком основании они это заявляют. Что их не устраивает в работе на сегодняшний день районной думы. Или принципиальность председателя, или что-то может быть другое. Ну и дальше, конечно же, я не знаю. Честно говоря, как будет работать дальше глава района, мне непонятно. Напомните, сколько? Пять лет, да, районная дума избирается? Да, на пять лет срок. Когда следующие перевыборы должны быть? Два года прошло. Три года. То есть три впереди еще. Три года впереди, да. Время-то еще большое. Ну, а глава района, думаю, еще будет зависеть от того, как будет проходить расследование вот этих дел уголовных, о которых мы говорили. Да. Ну, вы как-то общаетесь с прокуратурой? Какие-то нюансы, возможно, знаете? Ну, пока на уровне слухов. Ну, вот, к сожалению, я тоже находился на больничном, поэтому вот в последнее время не общался. Ну, сразу же после, вот, в понедельник буквально у меня есть намерение пойти в прокуратуру. Так как я являлся заявителем, то я имею право ознакомиться с материалами дела. Так это любой гражданин Российской Федерации имеет право ознакомиться с материалами дела. Да, и дальше уже, так как у меня есть вся информация по тем же дорогам, какие дороги чистились, какие не чистились, которые были заявлены Беляевым, что не чистились. То есть, на самом деле, все равно они не чистились. То есть, у меня вся эта информация есть, есть договоренность уже со Следственным комитетом, что я всю эту информацию предоставляю. И будем держать вместе с депутатами ЗАГС собрания, это вопрос на особом контроле. Потому что такие вещи спускать с рук нельзя ни в коем случае. Безусловно. Ну что, точку снова не ставим? Точку не ставим. Точку не ставим. События развиваются, развиваются интересные. Да. Снова много всего наговорили, что может являться основанием для проверки, да? Ну, есть такое право у СМИ, есть. Есть. Сергей Добровольский, Георгий Лугинин. Всего доброго. До свидания.